Нет, кафе «Космос» мы мороженое ходили есть. Для тех, кто знает Москву, кафе «Космос» тогдашний, я не знаю, что там сейчас. Район ВДНХ, наверное, да? Да нет, что вы, кафе «Космос» это Тверская, улица Горькая. Мейер, его уже нет давным-давно, к сожалению. Я тоже любила «Космос», но его нету. Господа, у нас запись в Фейсбуке, ну, то есть, я не против для оживляжа вообще. У нас заявленная тема, вообще говоря, про душу, анатомию души, как она связана с кафе «Космос». Давайте попробуем все-таки начать некоторую вещь. Значит, прошлый раз, вот то, чего мы говорили прошлый раз, про душу, мы просто зачитали пять глав из книги Неппешка Хайма из Воложина, Воложина-Рава. И, значит, краткое содержание концепции, изложенной там, которую я, на самом деле, считаю, что одна из лучших и самых удобных, на самом деле. Это концепция следующая, что внизу Неппешка, которая при человеке, наверху Нешама, которая небесная часть души, а Роха – это то, что их соединяет. При этом, естественно, Рэбхайм из Воложина, так как он опирается на Эцгахаим Рэбхайма Виталя, ну, значит, понимаете, два Рэбхайма есть, есть Рэбхайм Виталь, ученик Рэбхайма Лурия Ашкенази, тот самый, который Ари, и есть Воложинский Рав, Рэбхайм из Воложина, он ученик Равы Элиягу из Вильны, Виленского Гаона. Значит, два разных человека, которые жили сильно один после другого. И, естественно, он к этому прибегает еще к одной вещи, что как бы, когда мы говорим, вот удобнее все начать отсюда, когда мы говорим о нижней части души, та, которая земная часть, которая при теле, она как бы имеет такую же структуру, повторяющуюся тройственную структуру. У нее есть нижняя часть, и верхняя часть – это тот самый звено, которое соединяет Нефеш с Роах. Вот это звено, вот это звено, можно сказать, что это Нашамашель Нефеш, потому что она здесь и не здесь одновременно. Вот почему работают, вот когда говорят о душе, то регулярно терминология из кабалы про душу неплохо переносится на психологию. По самой простой причине, потому что вот это повторение на нижнем уровне, а психология – это нижняя часть души, да. Вот то, что можно говорить про высокую душу, Нефеш Роах, Нашама большая, и она складывается и переносится вниз, и ее можно повторить там. И отсюда вот эти повторные блоки, точно так же про Роах, та часть, которая связывает Нефеш с Роах, будет называться Нефеш Шаль Роах, да, а средняя часть будет, и часть, которая связывает Роах с Нашама, она как бы Нашама Шаль Роах, да. Вот, и в результате вы получаете, на самом деле, вот Хаим Виталь, особенно в «Сефер Гильгулим», в книге «Инкарнация», инкарнация, реинкарнация, как удобнее вам называть Гильгулим, «Переселение души», вот он там обычно говорит именно про девять частей души и описывает проходы, связанные именно вот с этими девятью частями. Но это ровно вот то, что я сейчас говорю, что, значит, вот теперь вот что бывает еще? Вот обратите внимание, при вот таком построении, и я напоминаю, Рэб Хаим приводит отличный из Митраша, он приводит совершенно из Митраша в Талмуде, он приводит отличнейший, красивейший пример с выдуванием стеклянного сосуда, а именно, как бы, есть стеклодув, есть сосуд в конце, а между ними трубка, в которой дует стеклодув, поэтому так и называется. Вот по этому поводу тот, кто дует, я напоминаю классический Митраш, по-моему, его Раша приводит, в комментарии к Тори, тот, кто вдохнул, часть себя вдохнул, да, баапап нишамат хаим, и вдохнул в его ноздри душу живую, да, и там вот одно из важнейших положений кабалы, особенно в ее более-менее практических частях, это тот, кто вдохнул душу в человека, так как он это сделал, вдохнул устами, то он вдохнул часть себя, да. Вот то же самое, значит, душа, как бы в ней есть часть совсем божественная, и часть нижняя, та, которая прикреплена к телу. Отсюда, на самом деле, куча вещей становится, действительно решается, ну, вот на так абсолютно. Вопросы, которые задаются вопросы, например, сот ибур на шамот высот дебук. Значит, вот дебук, я не буду говорить про дебук, а про ибур, ибур это, когда говорят про ибур, ну, ибур это беременность вообще-то, но в данном случае это, да, и для тех, кто, значит, помнит, в Иврите високосный год, когда добавляется лишний месяц, в еврейском календаре високосный год добавляется месяц, он называется шанаму-берат, беременный год. Как бы 12 обычный, и 13 месяц он тот, поэтому год беременный, да. Вот, ибур на шамот, на шамот, это бывает ситуацией, когда одному человеку, обычно в середине жизни, как бы при нем две на шамот, причем обратите внимание, что при нем именно две на шамот, не две нефеш, не две рох, а две на шамот, по причине того, что они через рох, как бы двумя каналами умудрились попасть к одному человеку. И, значит, обычно определяет это тем, что человек вдруг, земную жизнь пройдя больше, чем до половины, где-то 40 плюс обычно это происходит, внезапно начинает обладать совершенно новыми талантами, которые раньше даже подозревать у него было нельзя. Кстати, обратите внимание, не знаниями, как происходит при подселении в тело чужой нефеш, это дебук, а талантами, совершенно разные вещи, разные таланты, и разные знания, и новые знания, это разные совершенно явления, и показательно разные явления. И при этом вот и бур, это очень здорово, всегда считается, что это действительно очень хорошо для человека, что мы обнаруживаем, что какая-то верхняя душа сочла человека достойным и интересным, чтобы соединиться дополнительно, причем там не происходит, что важно, там не происходит никакой борьбы при таких соединениях, и не начинаются тяжелые колебания, кого надо пригласить, экзорциста, который изгонит эту дрянь, или психиатра, который вылечит от шизофрении. Да, вот при ибуре этого нет, этой проблемы, то есть ни у кого не возникает идеи, а не пригласить ли нам специалиста, чтобы подлечить это. Там все в полном порядке. Вот как раз вот эта схема Репхайма Воложенского, она очень хорошо работает. Но здесь надо заметить одну вещь, которую мы до сих пор не говорим. То есть мы говорили и намекали довольно много по этому поводу, но надо заметить следующее. До сих пор мы говорили о связи, которая называется связи с душа, и эта связь, мы же говорили, что корни всех еврейских душ находятся в Митахаткисэхэкавод, под престолом славы Всевышнего. Ну, имеется в виду следующее, что Нэшама, ну, кэтершэн Нэшама, давайте так скажем, она находится под престолом славы. А я напоминаю для тех, кто был, что когда говорится кэтер, это над личностью, это уже, ну, как венец на царя, он делает царскую власть, но при этом не является частью царя. Вот когда говорится слово кэтер в кабале, то всегда идея именно такая. Это уже не человек, но без этого нету человека. Вот термин кэтер в кабале он всегда вот такой. И когда вы встречаете в любом кабалистическом, в любом смысле, слово кэтер всегда имеет это значение, оно может говориться про душу, про мышление, про миры, он может много про что говориться, но всегда смысл оборота кэтер всегда такой. Делает личность то, чем она является, но при этом не является частью личности. Вот это слово кэтер. Так вот, соединение, оно там как кэтер происходит, поэтому даже не муфта, чуть-чуть более слабо, но вот никак соединение. Да, когда я говорил, что две нышамы, если бывает, ибур довольно редкая вещь, точнее, она может быть менее, дело в том, что если придут, есть протоколы многочисленные, вот про когда нефеш, бенефеш, потому что когда две нефеш, то это, ну, в общем, психиатрия полная. И, собственно, лишняя нефеш обычно бесом обозначается, там, в русском языке, обычно этого человека селился бес. Только этот бес, это не черт, это не что-то вот подобное, это не народная сущность, это какая-то бродячая душа, которая не смогла развеяться, почему-то застряла в этом мире и ищет себе пристанище. Это как бы две личности, оказывается, потому что нефеш, она сохраняет всю, она с памятью, здесь важно, нефеш, она с памятью, и здесь происходит серьезная проблема. А нишама, когда две нишама в одном, то так как человек обладает личным талантом, но как бы он нормален, то в результате протоколов очень мало. И мало кто, ну, знаете, нормальные люди о таких вещах вслух не говорят, если с ними это происходит. И большинство народу умудряются умолчать о таком событии в своей жизни. Ну, согласитесь, что будет довольно странно публично сказать, что во мне живет две нишама, ну, просто потому, что люди боятся показаться странными и вообще не за чем все. Это я отвечаю на вопрос, который мне задали через час. Значит, теперь, но есть очень важная тонкость в устройстве мира, и она находит отражение в устройстве иерархии души. Да, при этом я хочу заметить следующее. По Репхайму Виталию это довольно важный момент, то, что Репхайм Воложенор не упоминает. Вообще-то нет, и бур, как правило, до конца жизни происходит. Хороший и бур происходит вот с момента, когда он наступил до конца жизни. Это Дмитрий, я отвечаю. Разведчики, тот же Репхайм Виталь, по-моему, писал про разведчика в наших прошлой главе, недельной. Говорит, что у того же Его Шуа был и бур от Леви. С помощью уквачки Ютмашей, то есть у каждого из разведчиков был и бур. И он написан, что временный, они войдут в землю Израиля. Поймите, это отдельная тема. Это и бур не на усмотрение на шамот был. Это усмотрение на совершенно другое усмотрение было. Здесь это функциональный и бур. Это не потому, что Нишмат Леви захотела зачем-то пребывать, установить канал в этот мир через тело Его Шуа. Это совершенно другой и бур. Это и бур другого типа был, потому что там как бы Гакадош Баруху подымал всех этих разведчиков до уровня глав колен. И как бы разведку совершали не те личности, не только те личности, которые жили в том поколении, но непосредственно с сыновья Якова там чуть-чуть другая ситуация описана. Поэтому она не к нашей теме, просто потому, что это как бы воля Всевышнего через это проведена, потому что такой коллективный бур, причем коллектив с коллективом, но он здесь это не та ситуация, которую я описываю, поэтому она достаточно временна, но при этом я, например, в этой истории, когда говорится, что остальных оставили, я подозреваю, что Калов сохранил этот бурый поток. Но это Калов. Калов Бенлифун, я имею в виду. Значит, теперь, но я хочу обратить внимание вот на что, вот инструментально насколько удобно такие вещи становятся, вот если вы принимаете вот то, что я рассказываю, схему, она становится очень удобной инструментальной, именно для понимания кучи вещей. Она как бы, мы понимаем, о чем говорится с этого момента. Но вот действительно есть важный момент у Хайма Виталя, у Рэб Хайма Виталя, все эти схемы, они, существует некоторая иерархия душ, исходящих из-под престола. То есть у человека как бы все эти души образуют некоторое дерево, вот эти нашамоты. И жизненность, она проходит по дереву некоторому. По этому поводу, вот регулярно у каббалистов школы Рэб Хайма Виталя, Луреанской школы, всей Луреанской школы, есть мысль, что что-то может сделать или исправить человек, который нишматошель и называется имя. Обычно это Танай, в большинстве случаев это кто-то из Танаев, иногда некто из героев Танаха, реже, но, например, просто возможность что-то исправить, она просто один человек пытается вмешаться в два другого, но мы должны находиться на одной ветви для этого. То есть вот такие вмешательства, у него это довольно важный момент, и там есть история про то, как Рэб Хайм в общем провел неудачный какой-то эксперимент, и когда он говорил учителю, но я же вылез оттуда, у меня же ничего не было, он говорит, но это ты потому, что нишмато назвал. Это самое, поэтому и здесь был рядом я, поэтому мы можем это сделать. С другим этот номер не прошел, это не от тебя бы зависело, это не от меня бы зависело. но вот это вот построение, оно довольно важно. Но я хочу обратить внимание на то, что во всех этих рассказах, вот это про древесное построение, речь идет о евреях, и тогда возникает вопрос про души других народов. Конце до концов, мы с этого начали и об этом говорили, что как бы Рэбхайм говорит, что душа всех, включая, ну, вообще, если говорить о построениях там кучи разных людей, то можно говорить, что нефеш в каком-то смысле есть даже в камне. И он же существует, да? Да, он не разумен, он не двигается, он не это самое, но факт существования это можно уже назвать нефеш. Нефеш в каком-то стиле существует и у животных, куда проще. Причем достаточно развито. Мы видим, что есть все три уровня души в том смысле, что животные в каком-то смысле говорят, разные животные по-разному, конечно же, но они обмениваются информацией, да и все, кто держал дома животных, обычно, если это не медведи, тех, кого держат, обычно неплохо читают эмоции, ну вот, животные же думают все-таки не совсем словами, но обычно неплохо читают своих животных, то есть, неплохо, и то, что животные думают, там, в общем, любой собачник вам уверенно это скажет, и на самом деле они друг друга понимают собачники, когда говорят о таких вещах. Не в том смысле, что она решает в уме уравнения какие-то, а не про другой чувства. Тогда вопрос, который здесь есть, но при этом, когда говорится про животных, то говорится именно слово нефеш, причем вот во всех трех уровнях, которые мы, нефеша, три уровня нефеша, нефеш, холах, нашама, которые шель, нефеш, которые внизу, они есть как бы у всех. Вот когда я еще раз, я еще раз когда я говорил, что вот осторожно читайте книжки, потому что авторы регулярно не упоминают о чем говорят. Когда мы читаем у авторов, что нефеш это растительная душа, руах это животная душа, а дешама это говорящая душа, то есть, ну, то на самом деле имеются в виду нижние три раздела, а не все, а подсолненно шама, если говорить про нашама высшее, как говорящие, то она по-другому говорит абсолютно совершенно другое. То есть, когда вы вот такие вещи читаете, то аккуратно просто надо пытаться прикинуть, о чем говорит автор. Он это не оговаривает, иногда он сам не понимает, а иногда он считает, что это и так понятно, о чем он говорит. Чаще всего человек как-то убежден, что его все понимают. Но вопрос в этом о душах неевреев становится, и он появляется довольно серьезно, потому что во всех этих построениях, особенно у Хайма Виталия, когда мы это видим, то мы обнаруживаем, что всюду речь идет о евреях. Тогда вопрос, что происходит с неевреями. Конечно, можно сказать, и благо я, дураков, благо дураков на свете много, и такие вещи найдется всегда дурак, который скажет по поводу того, что там угоев нету на шамах. Что имеет в виду сам человек, когда это говорит, он сам плохо понимает, по-моему. Он же не хочет по всей длине сказать, что гои это животное по самой простой причине. В конце концов, никто никогда не отрицал способность гоев, то есть неевреев, к пророчеству. Тот, кто это отрицает, либо не знает Танаха, например, один из самых серьезных пророков всех времен народов был, как известно, этот самый Белам, был Белам, да, который, ну, ни разу не еврей, и, а он считается вообще просто вот зеркальное отображение Моше, то есть когда мы говорим про уровень пророка, то он тот же уровень, что Моше, то есть Раши, кстати, понижает его уровень довольно сильно, если у Раши у него уровень пониже, по одной из версий Талмуда все три собеседника Йова не являются евреями, еще не факт, что Йов является евреем, это тоже не факт, далеко может быть и нет, но все трое, которые, все три собеседника Йова, они пророки, там, прямо рассказ, каждый из них рассказывает о своей пророческой, пророческой видениях, с которыми он живет, то есть поэтому тот, кто это говорит, он просто тот, кто говорит, тот факт, что, ну и Талмуд, который говорит, заклинаю, вот я привел эту цитату, небо и землю, свидетельствует обо мне небо и земля, мужчина и женщина, раб и рабыня, евреи и нохри, и народец, на всех, на них Руа Хакодаш Шура дух священный, то есть пророческий дух, причем, кстати, там еще сильнее, это пророческий дух, который, когда говорится Руа Хакодаш, это два уровня возможных, это когда человек сам не осознает, что он действует под влиянием свыше, либо осознает, что он действует под влиянием свыше, но не получает никакой миссии, то есть получается, что вот эта фраза, чем она хороша и почему именно Руа Хакодаш, обратите внимание на слово Руа Хакодаш, мы сказали, это канал, связывающий человека с высшими мирами, вот это промежуточное, вот этот канал, Руа Хакодаш Алла Шура, на нем покоится дух, то есть у него есть канал для связи с высшими, соответствующий с делами ему, это Талгут прямой и хотел бы я посмотреть как Руа Хакода как Руах человека связывается с высшими мирами не имея связи, оно никуда ведет, у вас нужна вот эта ответная связь, на шама сверху вам нужна, пример про ослицу, конечно, замечательный, беламовскую ослицу, как мы помним, которая, она, кстати, не пророчествовала, чтобы вы понимали, где вы видите, что она пророчествовала, ослица не пророчествовала, ослица заговорила и сказала, что ты идиот, ослица видит ангела на дороге, а ты не видишь, она сообщила, она, во-первых, сказала, что животное мучаешь, потому что я же, твоя ослица говорит, ты что меня бьешь, это первое, что она сказала, по что животное мучаешь, во-вторых, она сказала, что осел видит ангела на дороге, а ты не видишь, это не пророчество, это чуть-чуть другое было, значит, поэтому это специфическая такая ситуация, это называется, эта ситуация называется не пророчество, а по райу Саади и Галона, это называется раскрылись глаза его в истории с осадой Элиши и осадой башни, и раскрылись глаза отрога, и он увидел всадников, ну и так далее, это чуть-чуть другая ситуация, это не пророчество, это способность видеть, но Раф Саади употребляет термин авиршини, второй воздух, плерома, да, если на греческий перевести, но там чуть-чуть другое имеется в виду, это чуть-чуть другая ситуация, с лицом, это не пророчество, чуть-чуть другая тема. Значит, теперь, по этому поводу надо заметить следующее. Вообще, если мы говорим об устройстве мира, то надо вернуться к первому человеку. Вот есть Адам Риша. У него как бы все пять душ. У него есть вот это Хая и Ехида, вот эти дополнения, о которых каббалисты обычно не говорят по причине того, что они не имеют отношения к нормальным людям, значит, я могу привести простой пример. Обычно, когда мы говорим, что у человека появилась Хая и Ехида, то он превращается в ангела. Вот, это как Ханах, да, который стал ангелом, как пророк Ильяху, который был живым, унесен на небо, превратившись в ангела. То есть, когда мы говорим про вот эти два уровня, то мы уже говорим о человеке, который уже не человек, а ангел. Поэтому обычно говорить о них не приходится. Но первый человек, он, вот этот уровень, немногим умолит по сравнению с ангелами, да, я напоминаю вам про первого человека. Значит, тогда, когда мы говорим про первого человека, то он, как известно, согрешил, и здесь началась некоторая проблема. Это одно из развитий, которое произошло, и в первую очередь нашло отражение на душе. Так как все люди в той или иной степени, в прямом смысле, потомки первого человека, ну, в буквальном смысле этого слова, это вот черти, не все потомки первого черти, а вот люди, все потомки Адам Решала, первого человека, то с душой вот этой структуры души, вся эта структура души, это как бы она от первого человека идет. То с душой тоже что-то произошло, и она как бы раскололась на две части. Некоторая часть осталась справа, а некоторая перешла наизнанку мира. И вот здесь начинается некоторая проблема что же позволения я просто сочетаю. вот известно из слов нашего учителя и наставника рабицы к лурия имеется ввиду, что для знающих тайны нашей Торы, святой Торы, спустились святые искры, многочисленные святые искры Эль-Ситра-Ахра наизнанку мира. А также святые души Нишамот Гдушот спустились в глубины клепа, клепот, извините, клепот множественное число, клепот после греха первого человека и перемешался, ну, это называется Охалимхапсолот, перемешалось съедобное с несъедобным. И все сделалось, и все это было сделано для исправления мира, Тикуно-Лам это идеальное функционирование мира, Тикуно-Лам это идеал, вообще правильный перевод слова, потому что и ради этого возникло зло, пантологическое зло в мире, чтобы появился в мире вот теперь награда и воздаяние и выбор в руках человека для этого смешалось то в ра. Вот значит, еще раз, чтобы было награда и воздаяние и выбор в руке человека перемешалось то в ра. вот это положение каббалы, оно очень важно, потому что именно перемешение то в ра, существование в мире понятия то в ра, дает то самое ключевое понятие выбора, потому что выбор между яблоком и грушей это не выбор, ну выбор, конечно, но как бы не о том идет речь. Выбор идет, свобода выбора это выбор между кто в ра. Наличие этого выбора делает человека человеком, возможность осуществить этот выбор точнее, но я хочу заметить следующее, что то же самое обратите внимание на парность механизма, человек выбирает между добром и злом, но одновременно то же самое по Цеперликутим, который Бер Маймхайм, неважно, значит, то, что я сейчас зачитываю, это то же самое, что награды и воздаяния, то есть как бы выбор человека происходит внутри него, награды и воздаяния происходят в мире, вот это некоторая вещь, то есть у нас как бы внутри человека возникает возможность выбирать, а в мире происходит награда в издании, и здесь я хочу зачитать некоторый мидраж, где подобная мысль высказана несколько в таком, ну если бы это не был мидраж нашей благословенной памяти мудрецов, то это любимое их сочетание смешаем как бы Божий дар с яичницей, получится очень хорошо, в день, когда умер первый человек, устроили праздник радости веселья для трех мировых явлений, я читаю отрывок из Мидраша или Ягураба, А именно Малахмовес, Ангел Смерти, Ецар Гора, Дурное Начало и Заседание в Сартии. Почему? Потому что наступило их время в мир. Я думаю, что, кстати, этот мидраж имеет в виду момент, когда согрешил первый человек, а не когда умер. В результате как бы появилась смерть, появилась Ецар Гора, Дурное Начало, да, и появилось заседание в Сартии, то есть человек стал подобен на живот. Из существа чисто духовного, как утверждает мидраж Алияху. И далее этот мидраж, если вы продолжите, в будущем и будут три этих вещи в будущем забраны из мира, как сказано, что чудесная цитата из Шир кофар кофар додели, мой милый, это гроздь тепрея, но это тоже благовонная трава и так далее, что как бы в будущем ничего этого не будет. Ну, то есть понятно, что в райском саде нет места ни Ецар Гора, ни Ангелу Смерти, ну, и тем более заседанию в том самом месте. Значит, вот эти три свойства, вот они вошли в мир вот с этого момента, эти три вещи, и они как бы пожизненно переданы человеку и всем его потомкам. Что на самом деле соответствует вот этому рассказу о искрах, которые упали в клепот. Значит, но при этом я хочу напомнить для тех, кто там вот, кто читал Таня, этих клепот у нас четыре, да, как известно. Три из них, они то, что называется Ковура, они совсем плохие и как бы для извлечения к душе непригодны, а ниже из них, та, которая много, она вполне может, значит, вот она то, что называется планет, по сравнению с другими вещами, не звезда, а планета. Она может прилипляться к Ситро-Охро, а может прилипляться к душам, она может вот, она как бы вот такая, двойная, она ходящая. И это довольно важный момент, что вот это Ра, то, что говорится, это, кстати, вот то, что я сейчас говорю, это ровное место для всех, по поводу того, что четыре клепы, четыре оболочки, которые связаны с Ситро-Охро, с Ситро-Охро, они как бы три из них ни при чем, но она имеет соединение, одна вот эта внешняя, самая внешняя из них, имеет соединение с возможность подключиться к святости. И это то, что называется добавление от будней к святости. Вот это соединение, оно довольно важное во всей этой истории. То есть вы не можете сказать, что эти два мира, Ситро-Охро и мир к душу, они развязаны, они связаны как раз через вот это клепотно. Но здесь довольно важная вещь. Вот этой Ситро-Охро кто-то должен руководить. У этого дела должен быть ангел. Ну, принятый терминология. У него должен быть властелин. И здесь как раз начинается та самая проблема, о которой мы говорили. Вот обратите внимание, что Сатан это ангел из Божественной Свиты с правом входа на заседание Божественного Суда. Кто забыл начало книги Йова, где пришли ангелы или члены Божественной Свиты к Богу и Сатан среди них. Он пришел как свой среди своих. Но проблема в том, что есть тот, кто должен быть ангел, который заправляет этой стороной мира. Грубо говоря, как вот когда мы говорим, существует довольно четкая иерархия ангелов Божественной Свиты и там скажем Божественной Канцлер Секретарь можно по именам просто вспомнить, но тут я сразу оговорюсь. По указаниям Рэпа Арии, то есть Равица Галурия, ангелов не упомянутых прямо в тексте Танаха никогда не упоминают по именам. Причем ни ангелов, ни чертей их по именам не положено произносить, причем двух самых верхних не положено произносить даже в учебных целях, то есть их как бы читают с книг эти имена, и, например, там регулярно высшие ангелы, даже высших ангелов одного называют Мэм Тет во всех книгах, и очень редко кто пишет его имя, это канцлер, даже не канцлер, а управ делами, а второй Сандаль, но это тоже сокращение, это не полное имя его, это как бы секретарь небесный. То же самое касается ангелов с левой стороны, и там есть ангел, который получил то же самое назначение, причем получил он его не по собственной инициативе и даже не по собственному желанию. И здесь начинается некоторая проблема, которую я хочу оговориться. в одной из хазидских книг я читал совершенно чудесный пассаж, который произносит буквально следующее. Сатан, будучи ангелом небесным, не умеет врать. Он говорит только правду, но не всю правду, не тому, кому нужно правду, и никогда нужно правду. По этому поводу как бы этот-то не врёт. Вопрос тому, но этот справа. А вот тот, который слева, который ну самых мы, давайте назовём это обычное принятое обозначение этого существа. Значит, он как раз врать умеет. Значит, я напоминаю, что Эммет это печать святого благословен он, а Шекер это у нас то, что на одной ножке стоит. Он как раз с другой стороны. В результате у нас возникает два существа, то есть, извините, два действия. Вот теперь я пытаюсь как-нибудь очень аккуратно сказать. Есть Малахай Хабала, террор ангелы, наказующие ангелы. это те, которые наказывают. А есть вот вот есть 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 Но при этом то же самое. Именно с этой стороны идет некоторое... Вот теперь давайте чуть-чуть... Я остановился, сейчас я скажу по-другому и будет проще. Я хочу обратить внимание, что ангел смерти в Медраше Илья Гураба и Ецар-гора поставлены рядом. И дело в том, что Ецар-гора, обратите внимание, для нашего мира абсолютно необходима. Дело в том, что Ецар-гора — это функционирование нашего мира. И Талмуд, когда говорит про Ецар-гора, он говорит про творческое начало. Он говорит совершенно открытым текстом, что зависть — это, например, главная движущая сила культуры — это зависть. «Зависть писателей умножает мудрость». Буквально я цитирую Талмуд по этому поводу. Он говорит открытым текстом, что если бы не Ецар-гора, то человек не строил бы дома. Иными словами, и в конце концов я хочу обратить внимание, что во всех культурах происходит некоторое освещение, что половой акт в куче культур так или иначе связан именно со злой стороной мира. Это либо грех, если мы говорим про христиан, ну, простительный, но в идеале бы лучше без этого. это у, например, зероастрийцев в момент для того, чтобы ребенка зачать и чтобы он родился на свет, нужно 70 демонов злой стороны мира, да. То есть обратите внимание, что без лолы тоху барати, сказано хаолам лолы тоху барати, я не напрасно создал мир, я мир создан для пустоты. То есть размножение не является греховным, ну, просто в принципе. Тем не менее, мы хорошо видим, что само это действие плотно переплетено на сознание всех именно ситроохран. Вот это общее место для сознания всех людей. мы не говорим в данном случае про всяких ультрасовременных людей, ультрасовременных пост... этих самых... ну, вот, все эти современные культурные явления, где всячески рассказывается о том, как хорошо, но они просто не знают, что такое добро и зло вообще как таковое. Поэтому там это не интересная тема. Но, вот эта связь, я цархарас, устройством мира, которое является при этом... которое при этом является то, ради чего человек живет в мире. Человек живет в мире, чтобы его строить, чтобы плотиться и размножаться. Я напоминаю вам завтра. Свыше данную людям, надо плотиться и размножаться, надо отстаровать мир, надо воспитывать потомство, как говорил Раби Нахман. То есть, нормальное функционирование мира при этом, при том, что оно происходит в славу Всевышнего, при этом происходит через я цархара. Вот эта четкая связь, она есть. Классический мидраж, который я многократно цитирую, о том, как мудрецы постили 70 дней, 70 ночей, о том, чтобы... 40... Значит, чтобы из мира ушло, ушел я цархара, и на их молитву было отвечено, и через день не обнаружили ни одного снесенного яйца. И по этому поводу они сказали, на самом деле, о чем мидраж? О том, что вот это две стороны одной медали. Это одна медаль. Вот как раз, когда говорится вот об этих двух сторонах одной медали, то вот сюда, вот здесь появляется клепонога. Вот именно здесь появляется клепонога, вот это верхняя это самое, верхняя часть ситра охра, которая является как бы тем, что дарует миру жизнь, собственно говоря, и позволяет человеку в этом мире функционировать. именно здесь мы тогда, тогда вот это вот двойственность вот этой клепы, не двойственность, а именно соединительная функция этой клепы, позволяет нам объяснять, не объясняет, но она нам и говорит по поводу того, как в мире живет добро и зло. При этом вот я хочу очень аккуратно. Когда я говорю о том, что все эти недостатки, которые есть в мире, являются созидающими, они одновременно ведь являются разрушительными, потому что это все две стороны одной медали. И когда вам что-то говорить, что это относится к клепотога, то это всегда очень важный момент. Это и созидающая, и разрушающая часть. Это часть, которая на самом деле и является полем битвы для выбора. Вот как раз что попадает под клепотога. Вот это самый важный момент во всей этой истории. Что попадает вот в эту часть? Туда попадает то самое пространство, где есть выбор между добром и злом. Где одна и та же вещь может быть и добром, и злом. Потому что это тот самый, я хочу обратить внимание, что традиционно ситра охра создана буквой кув. Буква кув – это, конечно, топор с одной стороны, но с другой стороны, это обезьяна. И ситра охра в части, в высокой части, или в низменной самой части, как хотите, она способна очень хорошо подражать святости. Но это подражает. В результате там талмуд классический. Талмид хаха, в котором нет гава, он не настоящий талмид хаха. Гордость должна быть талмид хаха. Но гордыня уничтожает человека одновременно. И то, правда, и так. Вопрос – вот это поле битвы, где и происходят все эти события. К чему будет подключено? Но мы, значит, вот это две стороны одной медали, оно является очень важным моментом во всей этой истории. И вопрос – вот это переключение. Получается так, что вообще-то весь наш мир в той или иной степени клепа нога. Но при этом, когда там пытаются говорить категорическим образом, гордыня – это плохо, зависть – это плохо, гордыня – плохо, зависть – плохо. Но зависть мастерового «а я сделаю лучше», которая отливается, я сделал лучше. или хотя бы пытался сделать лучше. Это не уничтожает человека, а, наоборот, строит человека. Гордыня «Ваигба либо» сказано про, по-моему, царя Соломона. «Ваигба либо бодркэ га шэм» и возвеличилось его сердце на путях Господа. Это, вот это величие, это и есть та самая гордыня. На иврите «гава» от слова «возвышаться». Вот это «возвышение» человека – это, да, оно человек, который возвышается за счет унижения других, который не говорит, какой я молодец, потому что сделал то-то, или научился тому-то, а который говорит «я лучше такого-то, который не умеет сделать то-то». Простые два примера «гава» и то, и другое «гардей». Только одно строище, а второе разрушительное. И они находятся в одном месте. Вопрос, куда они будут переключены. Вот этот переключатель, когда мы теперь говорим про переключатели, то мы понимаем хорошо следующее, что когда мы говорим про нишимат нахри, душу и народ, которая подключена к клепат нога, мы вдруг понимаем некоторую простую вещь, которую пытаются сказать каббалисты, когда это говорят, и об этом говорится в «Танге» где-то, что они имеют в виду, что инородец – это житель этого мира, он жилец этого мира, инструментарий у него душевный, инструментарий душевного мира. Вот структура анатомической души, она является структурой этого мира, который позволяет жить в этом мире, причем не замечен, не как животному жить, потому что у этой структуры клипа нога есть подключение к святости. Это очень важный момент. Без этого подключения к святости вообще было бы нечего говорить, это мир неживотными населен, знаете. Вот. И тогда, вот когда теперь, вот теперь, когда мы вот понимаем как раз о чем говорится, что это с одной стороны изнанка мира, да, у которой есть свой ангел, который действует там по поручению, причем я хочу заметить, что если я правильно понимаю ори, то сам Эхмээм получил эту должность не по своему выбору, ему не предлагалось эту должность, ему просто сказано, что он ее займет и все. Это не его свободное, тут не было выбора. Но, важнейший момент, все это существует, поскольку существует нынешний мир. Это функционал этого мира. Душа инородца имеет полный функционал для этого мира. Это совершенно обязательная вещь. Она может подключаться. Вот теперь важнее. Проблема выглядит следующим образом. Если еврейская душа автоматически подключена к правому функционалу просто по праву появления на свет, то есть это подключение функциональное, и его нарушения делают через вот эту клепот нога, начинают львить энергию просто в тот канал, который сидит охра, то есть он может переключиться не на ту сторону, на левую сторону, то точно так же, вот вполне зеркально, только зеркало – это не обезьянье, а оно еще с цветовыми заменами. Точно так же инородец может переключаться на сторону святости и гнать туда и получать оттуда. Вот это проблема, которая есть во всей этой истории. Это та проблема, о которой и я хотел говорить, и то, что я хотел рассказать. То есть одно дело получить то, что ты получил по факту рождения не в силу заслуг, а по силу факта рождения. А другое дело добиться переключения и получить это переключение. Это уже другие начинаются разговоры вокруг всего этого. Ну, кстати, вот уже отключаясь от темы, я хочу заметить, что у меня, ну, вот поверьте просто личному опыту, есть люди, для которых Ди-Юр настолько естественен, что возникает подозрение, что либо человек случайно считается, по ошибке считается неевреем, либо там какое-то хитрое устройство, потому что, ну, вот обычно видно, ну, как насколько видно, с оговорками, потому что возможность ошибиться всегда многочисленная. И теперь я хочу, вот тот, кто мне замечает Таня, тут говорит по поводу... Таня, когда говорит про мир грядущий, где не едят, не пьют и не совокупляются, ну, естественно, да, не едят, не пьют и не совокупляются, там нет ядерохора, там нет туалетов, там живут души. Согласитесь, что души живут не так, как живут люди. Души живут совсем по-другому. И я хочу заметить, что... Ну, нет, это слишком далеко нас уведет, но почитайте Орхахаим про грех Адам, про грех Надавы и Абигу, там, где он пишет. Там длинно, частью достаточно прозрачно. Краткое содержание, что слишком высокое... Живого человека, когда слишком крепко прикрепляется к душе, то он не жилец уже, он не сможет жить в этом мире. Ну, там более глубже все это сказано, ну, сильно глубже. Но краткое содержание, что он становится человеком не мира сего, и он просто умирает от этого. По этому поводу пример о том, что в мире грядущем ничего этого нет, естественно, нету, потому что там живут души. Зачем там сортир? Зачем душе сортир? Это называется вот так. Ну, вот так. Ну, вот, наверное, вот к этой мысли, к финальной, я, в общем, и подводил не к той, которая зачем душе сортир, а к тому, что вот этот переключатель, который есть, он как раз возможность переходить от одного источника к другому источнику. Ну, вот где-то вот так. Затем я хочу просто закрыть тему. По-моему, мы все сказали. Если есть вопросы, на которые можно ответить кратко, я готов ответить. Мэр, как имя влияет на вот это подключение, отключение? Имя влияет очень сильно на структуру восприятия человека. Причем вы можете заметить, что есть люди, для которых имя прилеплено, и ничего с ним сделать невозможно. Вот оно есть и все. А есть люди, то есть у них... Смотрите, имена — это некоторые каналы, только они... Ну, давайте я просто приведу пример. Например, как известно, духовные нити, вещи, чтение, умение понимать, связь духовных нитей, вещи с высшими источниками, а именно через имена вещей. Они в Кабале, об этом пишет довольно много народу, вещь сугубо техническая, научиться этому может любой. Для этого не нужно никаких врожденных склонностей. Это чисто механический счет, который любой человек способен постепить. Вот в отличие от тонких каббалистических всяких ходов, где нужны некоторые задачи врожденные, как правило, как раз счет по именам — вещь очень техническая. И она доступна всякому. Ну, там надо просто еще попрактиковаться, потому что там надо аккуратно и некоторые вещи знать, потому что важны не только буквы, но их сочетание и последовательность, и взаимодействие, и наполнение друг друга. Но вот и оно, если имя дано удачно, либо оно может быть дано не совсем точно, но регулярно ребенок, который растет с этим именем, с ним связан, то он устанавливает некоторый стиль, вот обратите внимание, не другую душу, а стиль жизни, стиль восприятия мира, стиль обращения с миром. Вы можете обратить внимание, что к ухе народу, например, когда меняют имена, выбирают имена крайне созвучные тем, которые есть. Вот была книжка, где предлагалось преди Юрия, какие и какие не преди Юрия, а когда человек хочет выбрать еврейское имя, то человек там предлагал регулярно имя просто по переводу. там Виктор, ну Победа, да, только Трея. Потому что, ну, корона, имя редкостное вообще-то. Но я хочу заметить, что для человека чаще важнее является звуковой набор его имени, ибо это определяет характер в большей степени, чем смысл имени. Потому что регулярно имя не важно, какой смысл имеет имя. Важнее не смысл имени, не перевод имени. Он имеет значение, но он менее важен, чем звуковой набор имени. Для этого, кому интересно, пусть найдет книги Абрама Абулафия. Он об этом, именно об этой стороне вопросов пишет много, пишет просто. Кстати, ну, хотя он древний автор, но пишет он много и просто. По этому поводу имена, вот, и при смене имени я-то на самом деле всегда напоминаю некоторое правило о написании имен в документах. Имя считается действительно в тот момент, когда его стали употреблять другие. Вот, когда человек меняет имя, то посмотрите, как публика видит ли она на соответствие между новым именем и человеком. Потому что регулярно не видит и не чувствует этой связи. Просто потому, что характер не совпадает, типаж не совпадает, стиль общения не совпадает. Поэтому имена, дело тонкое, я бы сказал, профессиональное. В том смысле, я же сказал, что это можно научиться, но для этого нужно учиться. Как обычно. Ну, вот так. То есть, если человек меняет имя, а его никто не называет этим именем, то это бессмысленно. Как бы оно это не стало именем, но тут же проблема выглядит так, что, смотрите, здесь сложно. Вот имя, которое дано при наречении имени, оно как бы сохраняется навсегда. С этим вы ничего сделать не сможете. А новое имя, оно же через дефис добавляется к старому обычно. С исключением для Гиюра, где оно не добавляется, а это самое. Но я хочу обратить внимание, что куча наших, например, очень известных раввинов, они имеют второе имя, совершенно не еврейское. И вы удивитесь, там, Бона Фиде, один из известнейших раввинов, я сейчас не буду говорить, кто это именно. Бонастрюк, например, вот имя, уличное имя одного из самых крупных раввинов всех времен народов. Бонастрюк – это счастливая звезда, я перевожу. Но его никто так никогда не называет, как бы это имя отпало. Но оно при жизни у него существовало, это имя было, и он, кстати, несколько своих писем так подписывал. Это на русский ухо звучит Бонастрюк – имя чудовища, оно на испанское ухо, оно вполне нормальное. Но если имя не прилипло, то почему оно имя? Имя – это то, чем зовут. Не забывайте эту простоту русского. Как тебя звать? Вот эта шутка, меня звать не надо, я сам прихожу. Но на самом деле смысл состоит в том, что имя – это то, чем зовут человека, тем, чем его обозначают, то, на что человек откликается. Это имя. И я хочу заметить, что не случайно, кстати, я напоминаю, что в Талмуде, в Парк Хелек, когда говорится «вот тот, кто не имеет доли в мире грядущем, тот, кто зовет ближнего, тот, кто дает ближним прозвище», он покусился на имя, а имя – это не просто так. Имя – это часть структуры человека некоторая, довольно сильно влияющая на человека, но не всегда очевидно. Кстати, вот вы можете заметить, что есть дети, которым очень не нравятся их имена, но когда они становятся взрослыми, и вдруг выясняется, что они себе не мыслят сменить имя, что это их имя и это их личность. То есть как бы имя переделало, может быть, он другой вырос под другим именем, но имя его переделало под себя, сформировало. Окей? Ну, вот так. Так что с именами игры аккуратненько, с именами. Это теще игры, и вы влезаете в довольно серьезные психологические структуры, пытаясь поменять имя. То есть структуры, которые сильно влияют на психологию. не прямо, не ударным образом, но влияют и формируют. Это довольно важный такой аспект. Поэтому с именами… Знаете, у меня был, ну, я учился в Гешиве, у него ребенок сильно болел, он родился очень больным, и ему там врачи запретили делать обрезание, год продолжался это. В конце концов, он явился к Раву и сказал, ну, сколько ребенка можно звать вещь. Имя-то хоть можно ему дать какое-то ребенку? На что Рав посмотрел, значит, надо видеть был счастливую рожу парня, который пришел. Ну, парня, отца ребенка. Он сказал, назовите так. Такой довольный, я говорю, ты чем такой счастливый? Говорит, ты дурак, ты что, не понимаешь? Дал имя, значит, жить будет. Так что вот с такими… Ну, это вот… Кстати, я знаю, что парень женился, вот этот вот, которого удалили. Благополучно вполне. Это вот на такие темы об именах. Окей? Я слышала такую мысль, что имя, ну, как бы четыре имени у человека. Первое – это в потенциале имя. Ну, потом… То есть, текст четыре имени у человека, тем, который зовет его отец и мать, тем, которые зовут его… Окружающий. Я только не уверен, что это еврейский источник, а не чья-то поэзия. Ну, я у Равина слышала. Ну, оно правильное. Имя, которое зовут его окружающие, имя, которым его зовут его жена, имя, которым зовут его после смерти. Ну, немного не так. Ну, потенциали, то есть тот потенциал, который он должен проявить… Вы переведите то, что сказано на язык психологии. Потенциал, реализация… Родители дают имя, люди, которые видят его по его поступкам, и в конце его жизни, ну, Всевышний, так сказать, вот как он соответствует тому, что потенциал смог раскрыть? Ну, наверное… Понятно. Тут вопрос, я вижу, Ариэль, что такое дьюр, что есть дьюр – это вопрос о смысле слова или это вопрос по содержательной части? Если о смысле слова, то это принятие, переход в иудаизм, который происходит по решению суда, и после там некоторого обряда, в основном, который состоит в выполнении Микве, тремя вещами вошел Израиль в союз у горы Синай через обрезание Микву и жертвоприношения. Значит, обряд состоит в трех, это самое, в трех делах, как бы переход в иудаизм, и только вот не желая обещать плюшки, хочу оговориться, в самом начале книги Кузари, первой же главе, первой же книги из пяти книг, там Хазаровский царь спрашивает у Хавера, который есть автор Ягуда Галеви, да, спрашивает, ну тогда, говорит Хазаровский царь, никто к вам присоединиться не может. На что он отвечает сам? Это вопрос, его дети точно могут. Вот это ответ Ягуды Галеви, а с Ягудой Галеви как бы я никогда не видел возможности спорить с тем, что он пишет. То есть мне всегда казалось, что он безукоризнен в таких суждениях и не даром самый ехидный человек еврейской традиции, еврейских авторов, который слова хорошего почти ни про кого не сказал, про Ягуду Галеви, я имею в виду Раби Абрама и Бенезеру, про Ягуду Галеви пишет только в восторженных выражениях и ссылается на него только как основу для себя, как основу для своей мысли, то есть он ни разу с ним не спорил. А это сильно, если такой человек, как Раби Абрама и Бенезера с ним ни разу не спорит, он других тоже уважал, но готов был поспорить с кем угодно, но не с Ягудой Галеви. Кстати, с ним он был знаком лично. И сын Абрама и Бенезера был секретарем Ягуды Галеви. Нет, 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 не душа клипа нога, это неправильное понимание, это не душа клипа нога, это у каждого человека есть. Вот теперь вопрос, каждый человек связан с клипой ногой поскольку он живет в этом мире, без этого по-другому быть не может. Когда, если у него корень идет через эту сторону, он включает клипа нога, который он связан в работу и начинает быть насосом со стороны души, причем двусторонним насосом, где он качает себя со стороны души и из себя со стороны души. Сын Абрама и Бенезер был секретарем у раби Ягуды Галеви и сопровождал его в последнее путешествие, где раби Ягуды Галеви, когда он отправился в эту землю, он доехал до Египта, где и содержался, и умер. Секретарем его был сын раби Абрама и Бенезера. Какой Авраам имеется ввиду? Авраам и Бенезера. Раби Авраам и Бенезера. Какое время он проживал? Он умер в 1137-ом, по-моему, что-то такое. Значит, нет, позже. Ягуды Галеви умер в 4140-ом году. Я могу забыть уже. Значит, Авраам и Бенезера жил долго после этого. Причем Авраам и Бенезера писал, что к нему приходил во сне Ягуда Галеви и приглашал жить вместе после смерти уже Ягуда Галеви. Они были очень интересным образом связаны друг с другом, хотя очень не похожи. – Они были оба раввины? – Думаю, что ни один из них не был раввином. По крайней мере, практикующим раввином не был ни один из с них. – А как понять? Вот вы говорите, предложили им жить вместе. Что вы имеете в виду? – Приглашение в Ган-Эден. Они, поймите, раввин – это тот, кто возглавляет ту или иную общину. Практикующие, ну, какие-то люди. Ни один из них не был таковым. Ни Ягуда Галеви, ни Авраам и Бенезера. – Понятно. – Ни один из них должности не получал. Ягуда Галеви, по-моему, им было не нужно, а рабе Авраам и Бенезера не смог ее получить. – Ну, а какой у них тогда статус был в обществе где-нибудь? – Статус у них был безумно уважаемые мудрецы. То есть, смотрите, что такое серьезный авторитет. Рабе Авраам и Бенезера, спасибо большое, в 1167 году умер. Значит, ну, вспомнил, с рабе Авраам и Бенезера совсем все сложно. Он умер в три разные года и похоронен в пяти разных могилах. Ну, кажется, в Англии умер. Умер, значит, кажется. Но похоронен, я говорю, в пяти разных могилах. – А как это может быть в пяти разных могилах? – Никто не знает где. – А-а-а. – Никто не знает где. Водят на пяти разных ладбищах, вводят его могили. Это сильно… Ну, он бродяга. Он ушел из Туделлы. Он нигде долго не проторчал. Но что такое авторитет? На самом деле создали школы переводчиков в Провансе на иври Царапского. Это его авторитет. Это он Ибн Тивонов на это подвигал. То есть, Ибн Тивоны открытым образом говорят, что это работа Авраама и Бенезера. Это он пришел и он составил. Первая каббалистическая книга Европы – это Авраам и Бенезер. – Ага. – Он первый был здесь и в Провансе. Это в Провансе было. То есть, он авторитет – это человек безумного абсолютно. – Ну, понятно. – Вот. Другой разговор, что характер у него был скверный. – Угу. – Угу. А Югуда Галеви, наоборот, был уважаем всеми. У него был отличный характер. Его очень уважали, его очень любили. То есть, он отправился в Святую Землю под конец жизни именно ради того, чтобы отправиться в Святую Землю. Другой разговор, что он до нее не доехал, но он туда отправился. – А скажите, пожалуйста, как скверный характер согласуется с заповедем возле Ближнего своего? – Ну, извините, но что есть, то есть. Это называется у… я не помню, кто это пишет, чуть ли не раньше, но кто-то из таких вот классиков, по поводу того, что там задается вопрос, каким образом Ицхак мог считать Эсава хорошим человеком, когда тот очень грубо выражался. Как известно, тот был матерщинником. На что отвечает, что мы знаем многих праведных людей, которые выражаются крайне грубым образом. То есть, вы сами понимаете. – Ну да. – Что с ним поделаешь? – Характер у него был… ну, все признают, что характер он был скверным. – Ага. – Ну, тяжелого, давайте не другое, он был тяжелый человек. – Ага. – Поймите, праведный человек может быть безумно тяжелым, он человек, который не терпит глупости. На самом деле, хороший раввин должен уметь свободно ее терпеть. – Ага. – Да? – Иначе как же иначе? Это его должность. – Понятно. – Если Абрама Бенезер ее не терпел, то как он может работать раввином? Он не пригоден к должности просто. – Понятно. – Окей. – Я вот поздно зашел. – Ну, какая тема у нас конференции? Можете обозначить? – Что-то про душу я говорил. Теоретически про душу, но в основном взаимоотношения души и людей со знанкой мира. – А. – Анатомия души. – Вообще-то весь этот цикл назывался «Анатомия души». – Ага. – Мэй, расскажите, есть книга? Я у всех спрашиваю, никто мне еще не ответил, поэтому у вас спрошу. Книга, которая рассказывается о значениях имен в Торе и в Танахе. – Я знаю, что такую книгу делал, не знаю, издал или нет, Раф Ишай Гиссер. – И у Пинха Сагили вообще эти самые имена? – Нет, я не рекомендую эту книгу. Я знаю, что такую книгу делал Ишай Гиссер. Просто знаю, что он ее делал. – То есть она на русском языке? – На русском он предлагал делать, он меня приглашал в этот проект, я в нем не участвовал. – А, спасибо большое, я поищу. – А еще я хотела у вас спросить… – Раф Ишай, он там об этом писал, но, по-моему, он еще не публиковал, не видел я его в этом в ленте. – Я знаю, что проект был, я не знаю, чем он кончился. – Мэра, еще вот такая у меня мысль возникла. То, что вы все рассказывали, это теоретические знания, а как быть на практике с этими знаниями? И каждый еврей знает то, что вы рассказывали. – На практике с этими знаниями нет. Каждый еврей не знает, это зависит от образования. Но на практике, сразу скажу, идти нужно к следующим людям, которые знают, как это приложимо к практике. Есть люди, которые могут много чего знать, но при этом, как только они прикасаются к этим темам, это слот в посудной лавке. Я хочу заметить, что вообще углубляться в эти темы нужно только с учителем, который еще определит, нужно или нет. Потому что я знаю людей, которым я крайне не рекомендую касаться этих тем. там, по крайней мере, до возраста 40 плюс, как минимум. По крайней мере, но это не я придумал запрет на изучение кабалы до 40 лет, но при этом я признаю, что есть молодые вполне люди, которые способны к этому деятельности, но есть люди, которых просто, ну вот, вы выписываете человеку билет в психушку просто отправят в эту область. Я крайне не рекомендую кабалистические занятия без учителя, причем учителя живого, а не интернетного. Вам нужен живой человек рядом, который посмотрит и решит, причем живой человек, желательно с дипломом Рогина, который в людях разбирается. Это, в общем, обязанность Рогины разбираться в людях и знать, кого чем можно кормить, потому что далеко не всем эта область показана. Я на полном серьезе говорю это, и поверьте печальному опыту, не личному, но видя, наблюдаем, наблюдая, тот, который я наблюдал, что это просто правда, что такими знаниями можно сильно покалечить живого человека. Получается, что если это не учитывать, то человек вообще не реализует, ну, еврея даже вот взять. Смотрите, вместо этого есть же, эти же мысли высказаны в литературе мусара, в литературе этики. Эти мысли в той или иной форме, в других сосудах. Эти же мысли все можно перелить в другие сосуды и получить немножко другие формулы, но как руководство к жизни, эти мысли будут работать, просто они будут по-другому сформулированы, на других образах, в других схемах. Человек не будет знать там механизмов, которые за ними стоят, но при этом на уровне руководства к жизни он вполне это получит. То есть получается, по умолчанию все-таки есть вот это действие? Ну, просто совершенно не обязательно, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы пользоваться холодильником, не обязательно знать, как он устроен. А, понятно. Вот. То, что я говорю, это скорее устройство, такое общие схемы, как это устроено. Но ведь для того, чтобы этим пользоваться, не обязательно все это знать. Можно же и по-другому устроиться в жизни. Там, скажем, куча грамма людей, кошерных, соблюдающих, абсолютно не знают структуру Галахи, как она устроена. Потому что Галаха имеет свои структуры, способы вывода, что откуда следует, но куча народа этого не знают. Они просто исполняют и все. То есть знать механизмы совершенно не обязательно. – Спасибо вам большое. А вот еще по грядущему миру. У рамбана отличается подход от рамбама? Или же это разные термины, и они дополняют друг друга? – Я бы сказал, что про грядущий мир надо сравнивать с рамбом, а сравнивать не с рамбаном, не с Нахмонидом, а надо сравнивать с Абербанелем. – Он наиболее яркий представитель политической теории Машиаха, не совпадающий абсолютно с рамбом. Он скорее продолжает схему Равоса Адильгаона в этой истории, и они противолежащим образом лежат. Но дело в том, что то, как популярно рассказывают религиозные сионисты Рамбома, меня всегда поражают. Популярные изложения Рамбома, я не говорю про раввинов, они понимают, о чем это речь, это регулярно удивительные рассказы, которые меня просто поражают, потому что Рамбом этого не может иметь в виду, и он пишет не это. Но если вы с чем-то хотите сравнивать, то надо сравнивать. Ну, я бы сказал, с Адильгаона с Рамбом. – Ты имела в виду телесность, про телесность. – Телесность – нет. Дело в том, что Рамбом, когда говорит Рамбан, извините, когда говорит про телесность, он же у Рамбана очень-очень другая система, и когда там земной райский сад, про земные входы в Гегеном, это пишет Рамбан. Но он считает мир, грядущий миром душ. Миром тел считает его садия Гаон и Абербанель. Вот эту пару можно изучать как противоположность. – Да, как противоположность, как противолежащие схемы, надо смотреть Абербанель. По-моему, книга называется Души, какое-то название книги. Значит, но с ним надо сравнивать. Махшава Муссар, Махшава, где там у нас этот самый Барбанель. – А вот вам вопрос по Атанаху можно задать? – Ну, если я в теме, то можно. – Ну, вот книга пророка Иеремии, там есть такие слова. «Вот наступает дни, сказал Господь, когда я заключу дом Израиля, дом Юдиным, Новый Союз». Это пророчество было исполнено или нет? 31 глава, 30 стих. – Вот вам придется услышать признание. – Скажите, как есть. – Евреи очень плохо знают трех больших пророков, в книге «Трех больших пророков». И Шаягу, Ирмиягу и Хескеля знают просто плохо. Они изучены, к ним есть множество комментариев, есть люди, которые их знают, но Анмас в большинстве евреи эти книги знают плохо. – О чем и говорит Равзейв Мешков. – Да, я просто знаю, что эти книги знают просто плохо. Евреи очень хорошо знают пятикнижие. Ну, я говорю нормальные, там, средние евреи. Очень хорошо знают пять свитков, естественно. Ну, те, которые там ежегодный цикл. Обычно неплохо знают, если не все, то хорошо знают обычно Захарию, Хаги, Малахи, Захарию. Трех последних малых пророков. Плохо знают первых малых пророков. И плохо знают трех больших пророков. Неплохо знают исторический цикл. То есть, книги Шмуэля и Царство. – А с чем это связано? Это что, не принято у вас или как? Какая причина? – Их очень сложно формально изучать. Дело в том, что здесь вопрос, насколько легко их формально изучать. Дело в том, что малые книги, цикл исторический изучать легко и понятно, как изучать. Три последних малых пророка понятно, как изучать. Они простые. Там вся кухня пророческая, особенно у Захарии. Там очень удобные. В Захарии очень удобные. Там есть образы, раскрытие образа. Там он безумно удобный для изучения. Три книги больших пророков очень неудобны для изучения. Поэтому в результате происходит так. Их в юности не успевают учить, потому что учителя к ним, до них руки не доходят. Им трудно как-то найти подход к этим книгам, как их преподавать. А в взрослом виде человек переключается на талмуд, и как бы у него руки не доходят уже и в результате талмуд. А пятикнижи каждый год изучают, поэтому его знают. – Александр, вы можете задать вопрос Равзееву Мешкову. – А он что, то же самое говорит? – Нет, он и комментарии делает на пророков. – Вот он знает книги пророков, он изучает там книги пророков. Я там скажу… Да, евреи неплохо знают Елим, но плохо знают комментарии. Йова некоторые знают очень хорошо. – Понятно. – Ну вот так структура обучения просто выстроена, что в результатах… Я знаю, что у христиан, особенно у этих самых реформаторских направлений. Три больших пророка они очень тщательно изучают, и у них это очень важные книги. Они их знают лучше, чем, скажем, пятикнижие. Они чаще не знают, а вот три книги больших пророков, большие книги пророка, они знают лучше. – Это вот вы сейчас такой комплимент бросили в их адрес? – Ну, нет, это просто факт на местности, это не комплимент, это факт на местности. Это просто данность, я просто знаю, что это такое. – Они знают, ну, правильно ли они понимают? – Да, но я не могу, я их не проверял, с ними на эту тему не беседовал, ничего сказать не могу. – Ну да, есть проблемы с интерпретацией все. – Вот, так что здесь вот… – Мир, а можно узнать, кто ваш раввин? – Ну, кого вы можете назвать своим раввином? – Ласковое дитя. – Но вы можете не отвечать. Ну, просто так принято спрашивать и воспользоваться. – Ну, видите ли, так сложилось, что у меня все учителя были хеврони. – Хеврони – это Яшиват Хеврон, Ярусалимская, название Яшиви. – Цель обучения в Яшиве – это оселы харав, то есть сделай себя равным. – Сложных вопросов я знаю, к кому обращаться, просто потому что, ну, в вопросах там тонких, практических у у меня есть городской раввин, знаете ли, раб Илья Укац, и он великолепно отвечает на те вопросы, когда я не знаю, как поступать. – Я серьезно говорю, у меня есть просто городской раввин. – Спасибо. Я имела в виду, может быть, больше тот, который вас в начале вашего пути сформировал. – Раф Шмуль Розенфельд. Тогда кто в начале, тогда Раф Шмуль Розенфельд. Он вам ничего не скажет. – Спасибо большое за ваш ответ. – У меня еще такой вопрос. Я читал его, сейчас не помню где, что за 40 лет, примерно до разрушения второго храма Сенедрион перестал собираться. Вы слышали что-нибудь об этом? – Сенедрион вышел из тесанных камней, это называется. Зал тесанных камней – это место заседания Сенедрина, это предел, зал, который частично выходил в двор Израиля, большой двор храма, а второй выход у него был в палисаде, с наружную сторону этой стены, но это внутренний двор, но не большой двор храма, где жертва происходит. Сенедрион это сделал открытым образом для того, чтобы он отказался рассматривать большую группу уголовных дел, заявляя… Ну, смысл сводится к тому, что эти дела стали требовать политического решения, а не судебного, и они отказываются решать их как в судебном порядке. – А вот у меня вопрос к участникам Сенедрина, кто мог быть в то время членом? Какие бы к ним предъявлялись требования? Вы можете сказать? – Теоретически крайне высокие. Что было на практике? Теоретически знание кучи языков, знание глухи, внешний вид, умение общаться с людьми, всевозможные, те требования, которые мы хотим видеть в идеальном политике. Он и в идеальном судье. Вот это гибрид идеального политика с идеальным судью. То есть образец для подражания глубокие знания мира реального и теоретического, ну и так далее. – То есть мудрецы и раввины, да? – А мог быть членом Сенедрина человек, который раввином не являлся? – Теоретически нет. Так как дело в том, что если перейти с языка на язык политологии, то еврейская структура государства предполагает не три ветви власти, а две ветви власти. А именно исполнительную власть в лице царя и царской структуры власти и законодательно-судебную в одном лице – это есть Сенгедрин. Это соединение законодательной и судебной власти в одном лице. Ну вот так. При этом в Сенгедрин принимали то, что в сегодняшней терминологии называется кооптация. А именно, когда углаждалось место, Сенгедрин проводил голосование, кого он назначает на это место. То есть это вот такая вот структура. – Вы не совсем правильно поняли. Мог быть членом Сенгедрина человек, который раввином не являлся? – Нет. Это судебная власть. Я готов повторить. Это судебная власть. – Понятно. – Значит, во главе Сенгедрина стояло два человека. Носи их, ну, грубо говоря, хахам. Авбейдинок называется. То есть один является знатоком-администратором, второй является администратором судебной структуры. Это значит две главных должности в Сенгедрине. Они парами ходят. То есть кто из них главнее не определяется, они просто оба одинаково главные. Это две вот самых главных должности в Сенгедрине. По этому поводу в Сенгедрине не раввин быть не может. Ну, это в современном языке бы сказали так, что в парламенте имеют право заседать только юристы. – Господа и дамы, я думаю, что мы не сможем сегодня ответить на все вам накопившиеся у вас вопросы по иудаизму и еврейской культуры. – Да, я тоже так думаю. – Мы устроим специальный форум на эту тему. – Это как-нибудь суть тема. – Ладно, тогда всем всего доброго. – Спасибо большое. – Спасибо, Мэр. – Спасибо за ответы. – Спасибо. – Пока. – Пока. Продолжение следует...